Включаю, завожу машину. Рычаги управления. И вперёд. Вперёд-назад. Довольно очень простое управление. Николай Рязанцев косит траву с помощью райдера или косилки. С нулевым радиусом разворота только второй сезон. Но уже сумел оценить все плюсы. Техника надёжна, удобна и проста в работе. Техника разворачивается на месте, что позволяет скосить траву вокруг деревьев, столбов и других объектов. Механизм управления зажигания, как в автомобиле. И всё. Тут такое ощущение, что вы катаетесь на водоцикле. Вот и всё. Ездите, катаетесь, косите. И это намного красивее выглядит. Не только хорошо выглядит, но и оправдывает свою немалую стоимость. Так как заменяет полноценную бригаду из десяти человек. Впервые такую технику применили на покосе травы в городе три года назад. А сейчас на балансе предприятия «Коммунальник» уже девять её единиц. Также задействованы ещё трактора. Три трактора. Это с прицепными косилками сзади. И один трактор. Это с откидной косилкой, которая у нас ходит по Рожастому шоссе, по Ковельскому. Которая косит и, соответственно, откоса дорог. Трактор применяем на больших площадях. Там, где нет посадок, там, где нет деревьев, знаков. Это, то есть, будет Московская. Новые районы Юзумеры, где у нас большие площадя, могут трактора ходить. Кроме этого, используются триммеры. Здесь важна сила рук и выносливость. Ведь каждый весом не менее семи килограмм. Покос травы в Бресте начинается в восемь утра и заканчивается в семь вечера. Жара или дождь работу усложняют. А радует то, что брещане начали с пониманием относиться к шуму техники. В этом году жалоб не поступало. У нас сформирован план покоса по городу. Где у нас задействованы основные магистрали, основные улицы. Мы стараемся его придерживаться, но у нас еще много работы с обращениями граждан. Это 115. Где-то трава растет быстрее на солнце, где воды больше, где-то она растет медленнее в теньке. Поэтому каждодневно, в ручном режиме у нас это все корректируется, меняется. Вот у нас сегодня стоит задача за день пройти машера. От Кобринского моста до Ленина. Московскую, вот мы косили два дня, мы покосили всю Московскую. Это от Кобринского моста до въезда в город отельную. В данный момент на покосе травы в Бресте задействовано пять бригад коммунальника. Еще четыре выделяют структурное подразделение предприятия. Скошенную траву убирают дворники. Она вывозится на специальный полигон для уличного смета. Иногда сеном делятся зооуголком в парке культуры отдыха. Покос производится по мере необходимости. В зависимости от высоты травостоя. В основном центральная улица проводится раза два в месяц. Где-то чуть-чуть в сторонке раз в месяц стараемся проходить. Понятно, что жильцы скажут, что не везде покошено. Но город Брест расширяется. Как бы всем сразу не можем оказать данную услугу. На данный момент уже завершен покос на улице Московской и проспекте Машерова. На очереди Медицинская, Костюшка, Гоголя и Ковельское шоссе.